Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров посетил спортивные объекты нашего региона и побывал на цветочном забеге, который проходил в рамках празднования Всероссийского Олимпийского дня. Приветствуем вас от имени Министерства спорта Российской Федерации, от имени министра спорта Олега Васильевича Матысина в этот прекрасный день, в этот прекрасный праздник Всероссийский Олимпийский день. Уже чуть больше месяца осталось и мы будем переживать за наших спортсменов на Олимпийских играх. Мы знаем в каких непростых условиях ведется и подготовка и пройдут сами Олимпийские игры, но мы уверены всей нашей страной, будем поддерживать с любовью в сердце к нашим ребятам, к нашей стране. Я уверен, это придаст силы и наши ребята достойно выступят. Ну а сегодня прекрасный праздник, прекрасный забег, женский забег и хотел бы поблагодарить инициаторов этой идеи и организаторов, которые поддержали и развивают эту идею. Это прекрасно, когда наши милые женщины вместе с детьми выходят на старт своим личным примером, показывают приверженность физкультуре, спорту, здоровому образу жизни. Наш регион вносит весомый вклад в подготовку спортсменов высокого класса. Так, именно Омский велотрек выбран площадкой для проведения завершающих сборов Национальной сборной России по велоспорту перед Олимпиадой. Первый заместитель министра проверил готовность этого универсального объекта. Здесь тренируются и проводят соревнования представители многих олимпийских видов спорта. Следом Азат Кадыров посетил авторскую школу единоборства Александра Шлеменко «Шторм» и спорткомплекс «Сибирский нефтяник», где осмотрел строительную площадку крытого катка, возводимого в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Затем первый заместитель министра спорта побывал на первом турнире бойцовского промоушена «Шлеменко файтинг чемпионшип», который проходил в хоккейной академии «Авангард». Инфраструктура есть, инфраструктура востребована, но в то же время инфраструктура требует развития. Впрочем, как и везде по всей стране. На это направлены наши федеральные проекты, которые есть «Спорт. Норма жизни». Прежде всего мы работаем с правительством Омской области достаточно активно по этой программе. Кроме того, вы знаете прекрасно, у нас наш федеральный Сибирский университет физической культуры и спорта расположен здесь, тоже обладает хорошей инфраструктурой, но тоже есть перспективы развития. Мы эти перспективы сегодня тоже обсудили. Будем продолжать совместно работать с губернатором, с Александром Леонидовичем, с правительством, с мэрией города для того, чтобы реализовать все наши планы, которые у нас есть. По мнению Азата Кадырова, Омская область – спортивный регион с богатыми традициями, которые необходимо продолжать. Субтитры создавал DimaTorzok